Мария Порываева учится на третьем курсе высшей школы экономики. Её специализация – история. Через год Мария закончит вуз и намерена поработать учителем. Но не в мегаполисе, а в школе небольшого города или села, где требуются педагоги. Мне очень нравятся подростки. Это очень интересный возраст. Сложный, но безумно интересный. И каждому можно найти подход. И с ними очень здорово коммуницировать. Школа – это про любовь, это про поддержку. И школьный учитель тоже про это. Про помощь, про веру в человека, про веру в ребёнка. В отдалённых территориях школам порой не хватает многого. Доступа в интернет, современного оборудования. Марию Порываеву это не пугает, как и других участников программы «Учитель для России». Цель которой – сгладить разницу между качеством образования в провинции и мегаполисах. Как говорят авторы программы, приезжие специалисты не заменят сельских педагогов и не отнимут рабочие места. Они едут туда, где кадров не хватает. Да и школьникам будет полезен опыт общения с новыми людьми. И ребятам очень важно показать, что у них есть возможности, что они могут переехать, они могут поступить. Им просто важно рассказать о том, что есть университеты. И вот он я из высшей школы экономики, из Санкт-Петербургского университета, ещё из какого-то крупного, успешного университета, который часто для этих ребят, но это какой-то космос. А тут вот он, я к вам приехал, и вы тоже так можете. Основные пермские вузы программу уже поддержали. Чтобы стать учителем для России, нужно пройти сложный отбор, подробное анкетирование, проверку предметных знаний, психологические тесты. После того, как человек попадает в школу, он не остаётся один. Эти два года человек не только официально трудоустроен в школу и работает там учителем, но ещё он получает большую поддержку от программы в виде методической поддержки. С ним работает методист, с ним работает куратор, с ним работает ментор. Всё это помогает получить такое чувство локтя, чувство поддержки. Участники программы получают и финансовую поддержку. К проекту присоединились уже семь регионов страны. Пермский край пока географически не входит в этот перечень, но несколько человек из Прикамья уже стали учителями России. Продолжение следует...